На слепом прослушивании в третьем сезоне проекта «Голос» Кольги Олениковой повернулись все наставники. Выступление уроженки Самары восхитило столичных музыкантов. Участие во всероссийском шоу – одна из самых ярких страниц творческой жизни, говорит артистка. Я попала в команду Димы, познакомилась там с совершенно замечательными ребятами, провела замечательные несколько месяцев на этом шоу, общаясь и с наставником, и со своими товарищами по группе, по команде. Получила, естественно, колоссальный опыт, как бы ни банально это звучало, это так. Творческая жизнь Ольги началась со школьных лет. Сначала играла на барабанах в самарской рок-группе, потом влюбилась в звуки флейты и закончила музыкальное училище. Пианино, гитара, укулеле. Ольге Олейниковой музыкальные инструменты покорились один за другим. Но самым драгоценным сокровищем для певицы является голос. Писать и исполнять собственные песни Ольга тоже начала в юности. Я еду в метро, и вдруг меня... И я быстрее достаю из рюкзачка, блокнотик рисую, нотный стан, и фиксирую, пока не убежала, потому что может убежать. Несколько раз убегала, жалко было очень. И остался какой-то такой шлейф, знаете, послевкусие. А музыку не помню. Ну, ну, что ж такое? Послушать артистку, перенять творческий опыт и задать все интересующие вопросы на мастер-класс пришли студенты Самарского музыкального училища имени Шаталова. Ребят восхитило не только пение Ольги, но и ее неудержимый темперамент. Мурашки по коже пошли моментально. То есть я начала слушать, столько она начала даже играть. То есть я уже прочувствовала вот эту вот эмоцию, то, как она начала работать. Ее аура, ее энергетика пробивают до кончика пальцев просто. Сейчас Ольга Олейникова живет и творит в Москве. Руководит столичным музыкальным коллективом. Но родным домом считает Самару. Говорит, покинуть навсегда город на Волге просто невозможно. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Алина Чемерис, Максим Гусев.